друзья приветствую вас сегодня среда 15 января давайте рассмотрим основные события что нас ожидает так смотрите китайский индекс начал по ходу разворачиваться какое-то коллекционное движение пошло по нему здесь наиболее вероятная цель 4139 уже второй день подряд идет снижение сегодня снижение на 728 по москве соответствует 0,8 процентов это достаточно негативный знак и это может перейти в полноценную коррекцию тем более идет снижение на растущих объемах америка закрылась на исторических максимумах опять однако здесь видите разворотная фигура волчок и при этом идет растущий объем на нисходящем рынке разворотной фигуре скорее всего ближайшее время мы увидим какое-то корректирующие движение соответственно первая цель этого движения 3236 нефть что касается нефти но смотрите сейчас идет борьба за уровень 63,9 соответственно пробой 63 88 на растущем объеме приведет к движению по нефти сначала на уровень 63 17 потом скорее всего унесет на уровень 61,2 здесь есть определенные цели страсти будут кипеть в районе этого уровня так и если здесь не все-таки удержится то соответственно будет движение на взлет который произойдет в этот диапазон 66,2 но опять же то есть пока надо чтобы она здесь закрепилась в этом диапазоне если этого не произойдет то весьма вероятность того что будет продолжение коррекции снижения если же она здесь проторгуется ее пока не выпускают ниже этого значения то скорее всего она пойдет отрабатывать вот этот уровень 66 12 так друзья что касается рубль-доллару давайте фьючерс посмотрим здесь у нас получается сейчас разворотная формация которая указывает на движение наверх по доллару соответственно цель движения 62 1437 на 62 1890 вот сюда вот в этот диапазон с 15 января cb начинает скупку валюты поэтому высока вероятность того что вот этот уровень вниз не будет пробит рубль не пойдет укрепляться на 60600 хотя такая вероятность пока сохраняется но вот с учетом разворотной формации того что идут объемы на росте здесь поэтому достаточно я думаю вероятно это движение вот сюда вот в этот диапазон и соответственно укрепление доллара к рублю так смотрите дорогие друзья вот то что касается евро евро рубль вот здесь началась динамика по росту евро к рублю цель движения первоначально этого данного действия это 73 175 вот сюда вот соответственно пробитие 68 тысяч 450 430 на растущем объеме уведет евро на 66 567 тысяч по фьючерсу пока сейчас данный процесс маловероятен хотя может быть короткий отскок на 68 тысяч 960 вот сюда вот но смотрите вот здесь как по доллару аналогичная разворотная формация с движением наверх и что мы видим здесь значительный рост объемов который весьма вероятно указывает на то что движение на 70 тысяч 150 продолжится вот сюда вот поэтому по евро возможно достаточно динамическая динамичная динамика динамика ближайшее время возможно даже среду четверг когда евро укрепиться до этого уровня к рублю и помним вот об этом уровне поддержки который если будет пробит то движение продолжится но на 67 тысяч 500 как минимум может быть и дальше но пока больше большая вероятность движения наверх потому что видите вот здесь когда была попытка разворота движение вверх она протекала на снижение объема здесь на развороте возникает достаточно существенный растущий объем который указывает на рост евро так друзья касательно цен на сырье у нас идет рост по серебру по золоту тоже рост происходит по никель идет снижение это общем-то негативное влияние на норникель может оказать однако обращаю внимание паладий ракета паладий улетает наверх и все-таки на риски никель он больше привязан к стоимости на паладий чем на никель хотя никель занимает больший вес в экспортной выручки морейского никеля так продвига снижается и плотина растет то есть достаточно удивительное сочетание последнее время когда растет и платина и паладий то есть они обычно противоход ходят здесь как бы можно предположить с учетом такого движения драгметаллов и серебра и золото и паладия и платины вверх скорее всего либо происходит либо произойдет дестабилизация какая-то мировой ситуации возможно там либо обострение с ираном будет может быть еще что то потому что всех драгметаллы вышли в плюс это я думаю неспроста пусть какие-то события в ближайшее время возможно даже 15 января не развернуться так друзья давайте рассмотрим действия крупных игроков которые были во второй половине дня во вторник то что касается север стали по север стали было наращивание продаж крупными игроками и соответственно с учетом еще негативной динамики по китаю среду мы можем увидеть корректирующие движения пусть или стали вниз по ммк была обратная ситуация то есть по ммк был набор позиции крупными игроками и поэтому наиболее вероятный сценарий того что по ммк даже если какое-то снижение будет на фоне того что негатив по китаю то соответственно вряд ли это снижение пойдет ниже 44 целых одна десятая там сильный уровень ммк вот пока больше динамика указывает на то что ммк либо достаточно устойчиво будет себя чувствовать либо соответственно она не очень сильно провалится вниз так вот по и на ванка по и на ванка тоже была покупка достаточно крупная даже целый ряд покупок который указывает на то что возможно вот с уровня 146 и на ванка либо здесь задержится либо начнет про торговаться и соответственно движение вниз если пойдет ниже сейчас одну секундочку я посмотрю здесь если она пойдет ниже 146 с половиной на растущем объеме в этой ситуации конечно высока вероятность того что по и на ванка мы сразу спустимся на 143 с половиной но если вот удержимся выше этого значения то будет про торговка и соответственно последующее движение вверх с отработкой цели 151 пока в текущей ситуации если не будет никакого глобального негатива по снижению то вполне возможно что и на ванка здесь удержится на уровне 146 половиной 147 и отскучит и пытается отработать а сколько 151 однако то что такой задер был по черным металлургом все таки здесь я думаю надо было вчера либо фиксироваться либо соответственно стопы подтягивать потому что с учетом того что китай негативно закрывается мы можем увидеть достаточно сильно корректирующее движение по черным металлургом вот пока как бы наибольше наиболее уверенная ситуация по ммк то есть ммк она может либо удержаться и не сильно простить просесть либо возможно даже как-то попытаться отрасти вот после вы стали более негативная динамика и по нлмк здесь вот из-за того что такой бурный рост произошел ну очень бурный скажем так вполне может быть такая ситуация что после пробития уровня 146 с половиной акция сразу улетит на 143 с половиной вот во всяком случае был вопрос по нлмк да друзья это конечно очень мощный был заход и конечно здесь я думаю надо было его сливать то есть не дожидаться пока он начал проседать прям вот классическая падающая звезда еще и на растущем объеме так давайте часовик взглянем ну да часа реку как раз указывает на то что события здесь могут достаточно драматично развиваться вот конечно в принципе возможен еще откат наверх но с учетом текущих значений того что китай корректируется и америка начала корректироваться я бы сейчас ставку на рост нлмк в текущей ситуации не делал потому что вполне может получиться так что но от минимальное движение будет на 143 с половиной вот сюда вот вообще как бы его могут пробить очень мощно и соответственно будет возврат на 138 в этот диапазон вот поэтому здесь вот критичное значение это 145 и 5 145 и 5 если вот пробой происходит здесь я думаю движение она вот на 143 5 и ниже очень легко произойдет вот единственно только здесь вот если удержится на текущем значении 146 8 и не пойдет ниже 147 то здесь высока вероятность того что проторгуется отскочит и попытается вот эту двойную вершину отработать но на текущий момент я даю же большей вероятности того что будет движение вниз как минимум вот сюда вот так друзья но пока вот ммк магнитка она чувствует себя наиболее устойчиво смотрите вот здесь есть какой момент вот этот уровень 43 170 он может для этой акции стать ключевым если удержится здесь то соответственно попробует вот сюда вот возвратиться на 44600 если здесь будет пробой на растущем объеме у нее цель движения на 42 225 если не удерживается здесь пробивает на растущем объеме 41 465 следующая цель движения 41 160 вот сюда вот и соответственно пробитие 40 60 ведет и вот в эту проторгованную область 39 38 пока как бы она достаточно уверенно смотрится по сравнению с другими черными металлургами и вполне вполне то есть вот часовой график смотрим вот у нее здесь сорок три и восемь вырисовывается сильное сопротивление которое соответственно если будет удерживаем то высока вероятность возврата и тестирования на 44 644 515 его пробить и уводит акцию вверх так друзья по север стали конечно может развернуться движение вниз с первой целью 959 и ниже вот сюда вот на 950 но однако то чтобы не пробили здесь уровень сопротивления вполне как бы после движения куда-то сюда на 958 959 при снижении объемов вполне может состояться откат наверх и тестирование 976 это связано с тем что ключевые уровни которые вверху находится там 987 и то что выше 1000 находится пока не отработали и соответственно в текущей ситуации вот это снижение она может быть выкупленное движение наверх продолжено вот несмотря на то что негатив по китаю если не пробьют на растущем объеме высока вероятность того что будет откат наверх и попытка тестировать 976 пробить и вот это уровень 958 она может достаточно драматично сказаться на акциях север стали и они могут уйти но 940 и потом следующая цель будет 920 922 914 так дорогие товарищи от русгидро парус гидро мы все цели обсудили расписали все что мы с вами обсудили она в силе касательно действий круглых игроков хотел обратить внимание что парус гидре во второй половине дня на и на закрытии шла очень мощная покупка то есть выкуп этих акций поэтому вполне вероятно что движение наверх она будет продолжена но смотрите вот исходя из часового графика вот здесь вот видите 6781 сильное сопротивление прошу прощения сильная поддержка соответственно если вот этот уровень на растущем объеме не пробивается и начинается консолидации то вполне как бы будет уход сначала на 6860 следующая цель 6926 и потом тестирование 71 и 4 и уход на 75 но с другой стороны здесь вот определенная разворотная формация рисуется цель движение которой это 6350 и потом возможно тестирование не за этого гэпа поэтому здесь надо обращать внимание относительно отработки вот этой цели 6770 если не будет пробита на растущем объеме то соответственно вот эта разворотная формация она перейдет в консолидацию в достигнутой высоте и соответственно с учетом вот этого мощнейшего движения может вполне как бы рост продолжится и соответственно будет перехай и уход наверх поэтому смотрим не будет ли пробит вот этот уровень если он будет пробит это не очень хорошо но пока не критично но остается вот этот еще уровень который 66 в пробитие 66 65 и 8 на растущем объеме скорее всего временно вот это растущее движение сломает и уведет и вот сюда вот к нижним вот этим самым диапазоном так друзья вот меча стелется видите то есть он пока не пробил вот этот критичный уровень 85 и 3 соответственно пробитие вот этого уровня на растущих объемах может привести к тому что будет сначала тестирование не зовут этого гэпа и потом закрытие этого гэпа и переход в эту область но пока вот этот гэп прошу прощения пока вот этот уровень не пробит на растущем во время сохраняется вероятность того что здесь будет консолидации движения наверх так друзья по сберу по сберу весьма вероятно движение вот сюда вот и отработка уровня сформировавшегося 250 70 половиной случае пробоя 255 256 соответственно весьма вероятен уход вот сюда вот в эту проторгованную область 249 сейчас здесь разворотная формация вниз на нет как формируется вот и соответственно если будет пробит вот этот уровень который на 200 сейчас одну секундочку вот если опираться на часовик то соответственно здесь вот проходит уровень 257 25 его пробитие на растущем объеме соответственно в акцию обвалит и будет движение на 254 и 8 и потом следующим этапом 252 вот сюда вот этот диапазон и соответственно пробитие 251 4 уведет ниже на 248 пока сбер пытается вот здесь закрепиться но 258 5 соответственно если он закрепится то будет попытка перехать 263 22 на что хотел обратить внимание по сбербанку достаточно сильные продажи шла во второй половине дня и поэтому скорее всего будет тестирование вот этого значения с утра 258 4 и попытка пробоя 256 8 256 5 с уходом вниз соответственно если вот здесь удержится не пойдет ниже вот этого проторгованного значения 256 8 сейчас по часовому графику говорим то весьма вероятность того что здесь будет набор позиции попытка отскока если здесь пробиваем будет уход вниз вот на этот уровень и ниже так друзья вот по гмк разворотная формация с движением вниз скорее всего будет возврат на 19 790 возможно на 19 550 на фоне роста палладия и на фоне того что крупные игроки осуществляли набор позиции вечером скорее всего вот это движение вниз она недолго продлится и поэтому же вот от этого уровня 19 780 может проведен быть выкуп и соответственно движение на перехать 20 тысяч пятьсот сорок шесть спасибо за внимание до свидания